Нестор Андреевич хочет чем-то потрудиться для церкви. Не угадал я сегодня с филиппийцем. Филиппийцы у нас что, перед колосянами или после колосян? Филиппийцы у нас есть филиппийцы. Значит не забываешь. Колоссянам. Город Колоссы назывался. Колоссянам. Колоссянам это те, которые колосятся где-то на фоле. Колоссянам. Город Колоссы. Да, да, да. Колос Родовский. Нет, Колос Родовский это Родовский. Ну там недалеко кстати. Это остров Родовский. А колосяне там чуть повыше. Что все зашли? Рассеялись как дым. Нет, Колоса Малая Азия. Там Каринф. Оскудили ряды. Ряды поредели. Не стареют душой ветераны. Не стареют душой ветераны. Не стареют душой ветераны. Был. Был? Да. Покажем. Он опоздал вроде, да? Он? Нет. Нет? Не опоздал. С мамой сидел. Ой. В начале когда я нашел. Ага. А че там тоже нет? Лариса нет. Из детской заходим? Кто там? Не знаем кто, но детскую любит. Ее еще есть, мои короче. Скорей, скорей. Только двигайся сюда подать. Не запирай. Скоро все, кто там любит, очень будут на себе ее таскать, как уливка панцирь свой. Это детская. Ну что, всех больше ждать не будем. Царю небесный, утешителю души истины, и живи с детской, и вся исполняя, сокровища благих и жизнеподателю. И едите лися мы? И очистены от всяких скверных. И спаси блажей души наши. Отец наш небесный, молим Тебя, именем Господа нашего Иисуса Христа. Прибудь с нами, Господи. Да высеряй в нас свет истины Твоей, в душе каждого из нас, Господи. И чтобы этот свет светил людям другим, чтобы мы не поставили этот свет под кровать, но поставили высоко, чтобы другим людям освещал путь этот свет истины Твоей, изреченную Святой Библии. Тебе слава, посылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки, и веков. Аминь. Аминь. Сегодняшнее ощущение толковое. Толкование святых апостолов. Послание к филиппийцам святого апостола Павла. Глава вторая, стихи с четвертого по одиннадцатый. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Стихи четвертый и пятый. Не о себе только заботься каждый, но каждый и о других, ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Толкование блаженного Феофилакта Болгарского. Когда я забочусь о том, что для тебя полезно, а ты о том, что для меня, тогда не будет места ни тщеславию, ни распрям, ни чему-либо вообще дурному, но будет жизнь ангельская и божественная. Как Христос говорит, будьте милосердны, как и Отец ваш Небесный милосерд. От Луки 6, 36. И затем, научитесь от меня, ибо я кроток. Матфей 11, 29. Так и Павел, научая смиренно мудрию, чтобы больше устыдить нас, приводит в пример Христа, как и в другом месте говорит, «Он, будучи богат, обнищал ради вас». 2 Коринфянам 2, 9. «Когда Он указывает на Сына Божия, высочайшего всякой высоты и так уничижившегося, кого из высокомудрствующих Он этим не пристыдит». Стих 6. «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу». Толкование. Из числи, сколько здесь не слагает серетиков. Маркион Понтийский говорил, что мир и плоть – зло, и что поэтому Бог не принимал плоти. Маркион Галатийский, Фатин и Сафроний говорили, что Слово Божие – сила, а не ипостасное существо, что эта сила обитала в том, кто произошел от семьи Давидова. А Павел Самосадский говорил, что Отец, Сын и Святой Дух – простые имена, приписанные одному лицу. Арий говорил, что Сын есть творение. Аполлинарий Лаудикийский говорил, что он не принимал разумной души. Итак, посмотри, как все эти еретики падают от одного почтиого. удара, будучи образом Божиим. Как же вы, маркелиане, говорите, что Слово есть сила, а не сущность? Образом Божиим называется сущность Божия точно так же, как образом Раба называется природа Раба. Как же и ты, Самосадский, говоришь, что он начал свое бытие от Марии, ибо он предсуществовал во образе и сущности Божественной. Но посмотри, как падает и Савелий. Не почитал хищением, говорит апостол, быть равным Богу. Равный не говорится об одном лице. Если равен, то кому-нибудь равен. Таким образом, ясно, что речь идет о двух лицах. И Ария опровергается многими способами. Образом Божиим, то есть сущностью. И не сказал бывший, но будучи, что подобно изречению, я есен сущий. Исход 3.14. И не почитал хищением быть равным Богу. Видишь ли равенство? После этого, как же ты говоришь, что отец больше, а сын меньше? Но посмотри на безрассудное упорство еретиков. Сын, говорят, будучи малым Богом, не почитал хищением быть равным великому Богу. Но, во-первых, какое Писание учит нас, что есть малый и великий Бог? Так учат эллины. А что и Сын великий Бог? Послушай, что говорит Павел. Ожидая, говорит, явление славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Титут 2.13. Затем, если он мал, каким образом он почитал хищением себе быть великим? Кроме того, Павел, имеющий в виду научить смиренно мудрию, оказался бы нелепым, если бы внушал следующее. Поскольку малый Бог не восставал против великого Бога, то и вы должны смиряться друг перед другом. Потому что какое же это смирение, когда меньший не восстает против большего? Это одно только бессилие. Смирением называется то, что он, равный и равномощный Богу, добровольно сделался человеком. Итак, об этом довольно. Далее посмотри, что говорит Павел. Не почитал хищением. Когда кто-нибудь похитит что-нибудь, боится отложить это, дабы не потерять не принадлежавшее ему. А когда имеет что-нибудь от природы, легко пренебрегает этим, зная, что он не может всего лишиться. И если, казалось бы, отказывается от этого, то опять он ее воспримет. Таким образом апостол говорит, что Сын Божий не убоялся унизить своего собственного достоинства, потому что он имел его, то есть равенство с Богом Отцом, не через хищение, но признавал это достоинство принадлежащим своей природе. Поэтому он и избрал уничижение, так как в уничижении сохраняет свое величие. Братья и сестры, Николай Пальгуев, звонил мне сейчас со слезами, просит, Николай Пальгуев со слезами просит молиться. Надежда умирает, у него давление 180, вызвал скорую. Стих седьмой. Но уничижил себя самого, приняв образ раба, делавшись подобным человеком и по виду став как человек. Толкование. Где те, которые говорят, что он сошел недобровольно, а исполнил повеление. Пусть знают те, что он уничижил себя как Господь, как самовластный, говоря образ раба. Этим самым апостол пристыжает Аполлинария, потому что принимающий или иначе природу раба имеет и душу вполне разумную. Это значит, что Господь не все имел наше, но чего-то и не имел. Именно, не родился по естественному порядку и не грешил. Но он не был только тем, чем казался, но и Богом. Не был он обычным человеком. Поэтому апостол и говорит подобным человеком, потому что мы душа и тело, а он душа и тело и Бог. На этом основании, когда апостол говорит в подобии плоти греховной, римлянам 8.3, то не то говорит, что он не имел плоти, но что плоть эта не грешила, а была подобна греховной плоти по природе, а не по злу. Таким образом, как там подобие не в смысле всецелого равенства, так и здесь он говорит о подобии в том смысле, что он не был рожден по естественному порядку, был безгрешным и не был простым человеком. Так как апостол сказал, что уничижил себя самого, то что бы ты ни счел, это дело изменением и превращением. Он говорит, оставаясь тем, чем был. Он принял то, чем не был. Природа его не изменилась, но он явился во внешнем виде, то есть во плоти, потому что плоти свойственно иметь вид. Ибо когда он сказал, приняв образ раба, то после этого осмелился сказать и то, как бы этим заграждая уста кому. Прекрасно он сказал, как человек, так как он не был одним из многих, но как один из многих. Потому что Бог слова не превратился в человека, но явился как человек и, будучи невидимым, явился, имея вид. Некоторые же толковали это место так и образом, как уже истинно человек, как Иоанн говорит в Евангелии, «Славу, как единородного от Отца» Иоанна 1,14. Вместо того, чтобы сказать «Славу, какую прилично иметь единородному», потому что «как» означает и колебание, и утверждение. Стих 8. «Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Толкование. Снова говорит «Смирил себя, дабы не подумали, что он снизошел недобровольно». Но аряне говорят «Вот о нем сказано, послушен». Так что же, неразумные, мы друзьям своим повинуемся, и это нисколько не уменьшает нашего достоинства. Как сын, он добровольно повиновался отцу, показывая и этим свое сродство с ним. Потому что долг истинного сына – почитать отца. «Обрати внимание на усиление выражения, не только сделался рабом, но принял смерть, и еще более того, позорную, то есть крестную смерть, проклятую, назначенную беззаконником». 9 стих. «Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени». Толкование. Когда Павел упомянул о плоти, то смело говорит о всем его унижении, так как плоти – это свойственно. Таким образом, и эти слова, разумея плоти, не разделяя единого Христа. Какое же имя даровано человеческой природе единого Христа? Имя – это Сын, имя – это Бог, потому что сей человек есть Сын Божий, как и Архангел говорит, и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим. От Луки 1, 35. 10 стих. «Дабы пред именем Иисусом преклонилась всякая колена небесных, земных и преисподних». Толкование. «То есть весь мир – ангелы, люди и демоны, или и праведники, и грешники, потому что и демоны познают, и непокорные подчинятся, не противоборствуя более истине, как они и прежде того времени говорили. «Знаю тебя, кто ты».» От Луки 4, 34. Стих 11. «И всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос – слава Бога Отца». Толкование. «То есть, чтобы все говорили, что Господь Иисус Христос есть Господь и Бог, в том заключается слава Отца, что Он имеет такого Сына, которому покоряется все. Видишь ли, что в прославлении Единородного заключается слава Отца? Так что, напротив, умиление Его составляет унижение Отца». Богу нашему слава! «Во веке, о веке, о веке». Подолжение информации. На прошлой неделе мы сделали контрольное исследование головного мозга. Там ситуация такая, что нужна вторая операция. Вторая операция заключается в том, что там к тому дренажу, который поставлен в области четвертого желудочка головного мозга, нужно будет подключить помпу, который дальше провести нужно будет, дренаж оттуда, чтобы спинномозговая жидкость отходила в брюшную полость. Это сложная операция. Но вот он еще сомневался, нужно ли делать эту операцию. Я вчера звонил, что Надежде стало хуже, и мы согласны уже на операцию. Она трясет ее, контакта никакого почти нет, не отвечает на вопросы. Ну, вот вчера согласился, а сегодня, видите, такая ситуация еще усугубилась. Поэтому помолимся, чтобы Господь дал разумение. и ситуация какая. Даже эта операция, если она будет произведена, то успех, ну, как бы, 50-50, что называется, 50 на 50. Но эта статистика, она ведь исходит из того, что вот сколько прооперировано человек, 100 человек прооперировано, в 50 случаях у 50 пациентов был положительный результат. А у 50 не было результата положительного. Вот он говорит, всякий же, а что будет? А какой прогноз? Спрашивает же всегда. Ну, вот всегда спрашивает, а какой прогноз? А что будет? Можно ли ожидать какого-то результата положительного? Поэтому, брат всегда должен ответить, вот, ну, мы не можем ответить за Господа, что там, как сложится, как судьба ее будет. В какие 50 попадешь? А в какие 50? 50 попал, которые положительный результат, значит, для тебя это 100, и опять же, если ты в 50 другие попал, опять для тебя это 100. Так что 100 зависит только от Господа. И еще, так сложилось, что несколько пациентов у меня тут образовалось, тяжелых. У Виталия пока идет поиск онкологического заболевания, пока не нашли, но вот это состояние, которое образуются тромбы в нижней конечности, которые подсыпают ему в легкие, сосуды легких, они продолжаются, и от чего это зависит, пока не выяснили. Так что, молитесь о нем, чтобы Господь его сохранил, вот, и чтобы умудрил врачей, чтобы нашли эту причину, или, ну, хотя бы, по крайней мере, правильное лечение было назначено. Третья ситуация, не менее сложная. Я тут между не только двух огней, а нескольких огней, что называется. Известный всем брат наш, Павел Тихонович, который много лет страдает, общаясь с зеленым змеем, он находится сейчас, не без воли божьей, я думаю, в госпитале ветеранов воин. Там ситуация такая, поскольку ему в прошлом году сделали отверстие, мочеиспускатель, из мочевого пузыря наружу, ввели катетер, и теперь моча оттекает по дренажу в мочеприемники, но когда он там менял этот катетер, когда там эти мочеприемники менялись, там сплошная инфекция, потому в мочевом пузыре там сложная ситуация. Поэтому сейчас лечащий врач мне говорит, что он не берется, не берет на себя ответственность, что он может провести эту операцию, формально, да, то есть технически это выполнится, но какие могут быть осложнения, последствия, он не берет на себя эту ответственность. Поэтому возьмутся оперировать, или не возьмутся, я не знаю ее. Там еще сложность такая, что он глухой совершенно, это такая, контакта, это семейная ситуация, и контакта нету, или чего, там какой-то у него есть, какой-то прилепленный, каким-то пластырем, что-то там разбитый, не знаю я. Поэтому, если его будет угодно, у меня план какой. Значит, во вторник, скорее всего, мы, если мне позволено будет, заберем его из госпиталя, привезем в краевую поликлинику на консультацию с сурдологом, запишем аудиограмму, и в зависимости от этой аудиограммы уже нужно будет покупать, или ремонтировать этот имеющийся слуховой аппарат, чтобы был хотя бы речевой контакт с ним, чтобы можно было поговорить и договориться о чем-то. Сможет он там, как-то себя воздержать от этого. Там в течение двух лет, как хотя бы двух месяцев нужно, чтобы был питьевой режим в течение дня, и чтобы через каждые три недели максимум менять катетеры и ночеприемники каждый день. Вот такая ситуация. Он асоциальный буквально. Чтобы его социализировать, у меня же возникла такая мысль, его одновременно полечить в наркологическом стационаре от алкоголизма, и там он будет заперти, что не будет доступа, и что он наверняка будет обслужен. Но опять же, чтобы его самоослужение с урологической стороны, это нужно опять договориться дополнительно. То есть это очень сложно все. Так что вот, я нарисовал вам только сложную картину, которая передо мной, которую я сам разрешить не смогу. Поэтому, и тут еще и родственники должны быть заинтересованы. Между ними там еще не все гладко, поэтому, ну все вот так сложно все. Так что сам Господь разберет все, что называется, и управит. Нужно. Просто на лице. Такую среду этой надо вытаскивать, и чтобы какой-то родственник взял на поруки. Без всякой наркологии, просто не будет доступа к алкоголю и все. Ну вот такая вот ситуация. Можно немножко, я как бы в духовное еще уйду, чтобы все эти ситуации, ну еще больше нам молитвенная поддержка была, подвиглись. А в сегодняшнем дне мытарей фарисея приближается великий пост. Для кого-то это может быть рутинное дело, а кому-то вот очень нерутинное. Вот дети у нас, они вообще очень тяжело это воспринимают. Вот вчера были опять «Спаси Христос за молитвы» у нас собрания с детьми около Слова Божьего. Ну они много не знают, потому что православие им не преподают как таковое. А кто бы им преподавал? То есть они не знают какие дни там, что там приближается. Ну постятся, когда родители не дают, то постятся. Вот так. Поэтому надо об этом подумать. И вот знаете, мытарь и фарисей. Вот сколько уже говорено о них. А я вот хочу так вот вопрос поставить. Это два богатых человека. Что фарисей, что мытарь. Вы знаете об этом? Мы как-то представляем мытарь. Будь милости мне грешнику, будь милости. Ты представляешь такой, нищета такая, боль перекатная. Сидит так кулачком, стукает себя. Это богатый человек, он откупник. Знаете, что такое откупник? Римляне не хотели связываться с иудеями, и нанимали бесчестных людей, давали им определенные территории. И за эту территорию, сколько-то там человек, нужно было сколько-то выплатить сразу римской власти. И этот человек выплачивал, и после этого он мог собирать налоги. Ему давали солдат. Не знаю, римских солдат или от Ирода давали солдат, но у него была власть. Ну скорее всего не римских, чтобы не беспокоить население. Иудеи, они очень к этому относились негативно. Поэтому он приходил с вооруженной силой, ну как полиция, там вот эти, которые сейчас собирают, налоги-то ходят. Приставайте. Приходили и с людей брали. А сколько брали? А сколько он скажет? Сколько рассчитал? Столько и брал. А брал он всегда больше. А где мы это видим? А за кей мытой? Он рассказывает все это, как это все было. Он брал больше, и он был вор. Исхода 22 глава нам рассказывает. Если ты вор, отдашь в четверо. И он себя считал вором. Так. Значит, а вообще, как у них там было с этим делом насчет покаяния-то? Вот он кается. Боже, милости будем негрешному. Ну приятно, да, молодец, кается такой. Ну понятно. Каждый человек, представь, там волосы льет, пеплом посыпают во волосиницы. И, конечно, ты со стороны видишь, и слеза у тебя прошибет человеку что-то такое. Но у евреев-то было законное покаяние. Что ты там в грудь-то себя бьешь? Ты возьми то, что... Сколько ты там нагрешил. И приводи к вратам храма-то. Там есть священники. Может, там тот же самый фарисей в священниках. Есть левиты. Они тебе помогут. Забьют эту скотину. И принесешь ты жертву за грех. Ее сожгут не в храме. Сожгут там, где выбрасывается пепел. На этом поле. И все. И вот ты уже не грешник. Тебе прощено. Мы задаемся вопросом, почему Господь здесь ставит перед нами двух этих человек, которые один другого не лучше, я вам хочу сказать. Единственное, фарисей не бьет себя в грудь. Но он точно принес жертвы. Поэтому он и не бьет в грудь себя. А что ему бить? Он принес жертвы. Все. Его Господь простил. Почему мытарь себя бьет? Вот самое главное. Почему он после всего того, что он принес жертвы, а совесть-то его все обличает. И здесь показывает Господь, что евреям им не хватает вот этого закона уже. Им просто его не хватает. И совесть есть у мытаря. У фарисея совести нет. Об этом Господь и говорит, когда пришел. И говорит, идите на Ипачи к погибшим овцам дома Израилева. Ты хоть сколько себя мытарь уже бей. Грешники там или что. Господь сказал, вы погибшие овцы. Вы погибшие. Вы должны прийти вот с этой совестью, такой как у фарисея. Как у мытаря. Вы должны прийти ко мне. Здесь Господь обращает внимание на кого. Фарисей-то молится и говорит, я не таков и так далее. И Господь вначале говорит, что пришел один выше себя считал, чем другой. Вот смысл-то в чем. А кто это были? До Христа и галилеян и других там, кто казался им не такими. Этим фарисеям, которые захватили политическую власть и делали духовную жизнь всей этой страны еврейской. Почему? Да все приходили в храм и они там навязывали им свое учение. И мы видим, когда Господь встает в синагоге и говорит свое учение, что ныне пришел этот день спасения. Он говорит, все глаза были устремлены на него. И до какой степени никто не принял его в Капернауме. Они повели его, чтобы сбросить со скалы. Вот тебе и начало проповеди Христа. А он пришел и сказал то, что ему Дух Святой открыл. Все, это был конец всего. Поэтому ни фарисей, ни мытарь, они здесь не положительные персонажи. Положительно то, что в мытаре совесть еще играет. Вот в чем дело. А фарисей, с фарисеев будет апостол Павел. У них есть закон. И если в конечном итоге кротость и смирение Христова придут к ним, Господь будет как кроток и смирен сердцем. А в чем дело написано? Смирение должно быть перед всеми. Перед Богом смирение, понятно, и они перед Богом должны были смиряться по закону. Но перед людьми смирение должно быть еще. И у нас перед людьми должно быть смирение. А в чем оно это смирение? В том, что мы не должны смотреть, кто люди перед нами, ближние должны быть. Мы должны всем говорить о Христе. Слово Божие нести. А у нас это полностью отсутствует. У нас как? Раз у нас православное государство, у нас очень много священников. Не дай Бог нарвешься на какую-нибудь паству из какой-нибудь церкви этот человек. И все. И все смирение закончилось. А все относится к чему? К Слову Божьему. Надо любить Слово Божье. Об этом Господь и говорил. Господу Славу Викторовичу Викторовичу. Помоги Господи и сестре Надежде. Ну еще боляющих. Виктор вчера звонил. Виктор Николаевич. Что все у них хорошо. Экзамены дети сдавали. У них тепло. У них был сильный ветер. У них отличали вообще электроэнергию со всем. И сейчас у них так идет в стране, что, Виктор говорит, печь будем, печку делать. И причем правительство это поощряли даже, видимо, даже как-то помогать будут, чтобы небольшие печки делают. Специально хотя бы вот что-то согреть. А там у них какое? Городик у них небольшой, уже зелень, говорит, так появилась. Там-то можно, в Меце. Да. У Велина там выступала в оркестре, где-то у них прям хороший оркестр. Очень низкий поклон всем, всем передает. И Игнатию Тихоновичу, конечно, и Валентина Павловна звонила тоже. Она рядом учащила. Так, еще кто у нас? Мы сегодня поедем к Антониме. Мы договаривались и к Полигоевым заехать. Вчера я как контрольный созвон с ними делала, и с Антониной Севастьяновной, дочкой, и с Николаем. Но вот Николай мне сказал, что сначала он говорит, да, конечно, вообще без вопросов приезжайте. А вот вчера он мне тоже сказал, что лучше не надо, Надежда не в том состоянии. И самое что, говорит, и я начал болеть. Он про себя сказал, что... Так он, ну, естественно, в таком состоянии. Он же... Он начал тоже себя, говорит, неважно... Он когда приезжал на обследование, привозил ее, у него давление 185 было. И ни за бредки, ничего не с собой не взял. Ну, оказали ему там помощь. Ну, понятно, я делаю, что... Можно я ищу за себя? И Игнатий 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 будет поступать. Ну, скажите, потом... Говорите. Можно? Ну, говорите же. И тяни время. Я люблю Христа. Я очищена Его кровью. Как писаю Игнатий 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 все время, что Господь закинул в Христ все мои грехи и захлебет свой. Я знаю, я... Ну, я... Трудно говорить. Ну, я... Попустила грех. И этот грех у меня вот... Он и был, надо было его. А тут я еще уехала к сыну и отдыхала там. И решила, что я инвалидка. Тут мне еще прописывают, что у меня... Ну, вот склероз. И у меня отец так умер. Скоропостижный. И я думаю, может быть, и у меня такое. И вот приехала. И я благодарю Игнатия Игнатия, что... И Господа благодарю, что он вернул меня. Потому что иначе я бы так ушла и с тем, как говорится, и канула. А вот он меня вернул за грех смерть. Это я четко и понимала, и знала всегда. За грех смерть. Игнатий Игнатий Игоревич в 90-х годах еще предсказывал это все. И... Что-то будет, конечно. Я не знаю, что Господь, как это предпримет. Но за гробом покаяния нет. Нет. И страх, конечно, у меня, что это... Вот это наказание, оно может в любой момент быть. И поэтому я хотела перед вами покаяться. И хотела... Очень хочу... Вас прошу... Помолитесь обо мне. И время у вас будет, если когда-то потом... Очень прошу ваших молитв. И очень благодарна Игнатию Тиховичу. За его советы, за его постоянное... Попечение о нас. Вот что мы здесь все собраны. Это настолько действительно чудо такое. И плохо, что это вот... Поздновато, понимаем. И еще многие из нас не все это поняли. Потому что нас вот, смотрите, сколько... А всегда было полно. Мы даже еще скамейки все занимали. Пожалуйста. Вот еще прочитала, что пока каждый человек, какой новый, к нам присоединяется, это настолько вот эта вот сила молитвы увеличивается, что... А кто, как мы это... Столько людей приобрели. А вот только... Собственно, от нашего наставника. Он занимается этим. Он столько людей привлек. Господи, помоги ему. Молитесь все за него. Столько... У него сейчас нападок. И мне звонили. Все. А ему-то звонят и звонят. А ты-то с ума сойти можно. Это же и ночные звонки. И сейчас вот. И с братом. И я, такая грешница Каянна. Пожалуйста. Ну... Ну... Я... Подождите. Я неправильно... Я неправильно причастилась. Вы поймите. Недостойно причастилась. А кто из нас достойно причащается? Ни одного из нас достойно не причащаемся. И Господь мне попускает. Чтобы я это прочувствовала, ощутила, как говорится. И не просто покаяние было, а... Мы поняли ваше покаяние, Татьяна Владимировна. Не надо накручивать. Потому что... Потому что сатана, он накручивает это вам. Да. Не надо вам. Ну, оставьте это, пожалуйста. Мы покаялись. Мы приняли. Мы молимся о вас. И о каждом из нас молимся. Чтобы Господь наше покаяние принял. Вот мы здесь рядом с вами. Вот Игнат Тихонович с нами рядом. Кто его... Ну... Плюет на него или... О чем вы вообще? Вот он. Он так же мне дорог, как вам. А что я с детьми занятия-то веду? От кого? Игорь. Вот это Игнати Тихоновичи. Это вы все. Спаси тебя, Христос. Вы все. Ну что вы, окаянная, многогрешная. Это вон туда. Вот там это все. У нас же здесь рождение свыше и так далее. Покажите его. Рождение. Встаньте. Скажите духовное слово. Духовное. Скажите о Мутаре Парисея. Скажите о Закхее. Бред какой-то. Ну что вы уже. Мы вас поняли. Пусть Господь очистит вас. У вас уныние какое-то. Уныние. И чтобы не было уныния у вас. Хорошо? Это настоящее уныние. Надо помолиться, чтобы не было уныния и печали и скорби от этого. Татьяна Кузьмишина. Я верующий. Вы говорите, я верующий. Я верующий. Христос за меня умер. Мне что теперь делать? Христос за меня умер. Это уже. Конкретно. Это мой личный спаситель, Господь. Я плевал на сатану. Пу-пу-пу. Пу-пу. Через левое плечо. Вы плевали на сатану. У вас кончается долготерпение к братьям. Долготерпение. Вот братья перед вами. Вот тетя Алла. Сколько она уже верующая. Вот пришла Лена. Вы должны пример показать. Вот молодежь подрастает. Она может хирургом будет следующая. Заменит нас. Заменит Виктора Андреевича. Будет нас лечить. Я как раз подрасту, а ты уже будешь это. Меня там порежешь как надо. Если что. Смотри. Я тебе доверяю. Вот. Брат растет. Видите? С нами. С нами брат вот молодой. Но кого-то нету. Жаль очень. Вот сестра сидит, а нету девчонок. Три девчонки. Они должны медсестрами нашими быть. Каждая. Ну одна поет. Ладно. Других двух надо еще привлекать. Все тут. Что еще? Вот. Александра Михайловна. Глядите сколько операций ходит с нами. Постоянно. Это. А Раиса Николаевна была. Блинникова. Тоже сколько. Слепая. И с нами ходила. Как пример это не видеть. Ну а то что нас мало. Нас мало. И нас все меньше. Но самое главное мы не врозь. Нас таких разных мужчин и женщин объединяет Христос. Вот Господь наш. И мы здесь сидим перед ним. Слава Христу. Аллилуйя. Аллилуйя. Игнать Игнатьич такую проповедь сегодня сказал. Явно что Господь прям ну необыкновенно озарил его это разум и сердце. Да светит свет. И тю вашу рассеет. Ну. Спаси Христу. Слава Христу. Да рассеется тьма это сатанинская. Это сатанинское наваждение. Это только ума решится. То что считал сегодня вот брат Валерий. Это вы не запомните. Перечисляют те люди которые достигли чего-то. Их знали многие. И они старались говорить от себя. Против Святой Троицы. Вам еще это не запомнить. Вы помните одно. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Вот в этом православие все. Дальше. Бог Отец. Бог Сын. Бог Дух Святой. Это не три Бога. Но три. Троица. И это все одно. Как ни один человек на земле не понимает. Ни ангел этого не знает. Ни начала Богу нет. Ты должен это поверить и признать. А если этого нет. Сколько их было? Исчезли. И вдруг появляются такие так называемые свидетели и Бога. Они говорят, что Христос это тварное существо. То есть из творений первый был. Дальше. Духа Святого нет. А есть движущая сила. Самосадский. Сейчас перечислял которые. Это было все. А от нас требуется одно. Повторять. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу. Никогда не поднять. Иные приставы. Аминь. Все. Все наше богословие в этом. Православие только в этом. А остальное все по мере сил, какие тебе Бог даст. Я говорю о том, что сегодня считалось, это передать невозможно. Даже воней хватит. Да. Каждый по-своему с ума сходит. Я когда в камере был, я заходишь, я думаю, вечер будет. А где я буду молиться? А негде. Вот на таком уровне. Это вторая кровать шконка. Там третья. Ну все зашли. Я гляжу между... Вот в этом. Вот такая вот. Вот. А у него голова вот здесь вот зеркало. Я ко всем обращаюсь. Я буду здесь молиться. Дверь откроют, чтобы меня не тронули. Вам не мешает это? Да где угодно молиться. Тут все по-своему с ума сходят. Все. Я утром, когда встал, говорят, сегодня семь человек сзади становились молиться на колени. Я молился когда. Можно мы будем молиться? Еще я ничего не сказал. Понимаете? Доверие Богу и Дух Святой берет полномочия над твоей душою. Я стою здесь, а он напротив меня, полным ртом дым на меня дышит. Мне это трудно, но даже виду не подать. А он может быть один из самых главных помощников. Это Бог делает так. Вот что сегодня говорили. Это болезнь у сестры уже много лет. Уже сколько она кончуть так звонит. Придет, уезжает, уходит другим. Оставить у себя ее не могу. Это болезнь. Сатана забладел верой. Веры нет. Ты на неделе была у меня? Да. Сколько я время провел с тобой? Какие я показал тебе? Все признает. Как только шаг назад сделала, а я вот сделала, я согрешила, то другое. То есть сатана забладел полностью. Это не просто так она не говорит. Ты кончишь в другом месте жизнь свою, если ты не перестанешь. Тебе надо с кем-то жить. Чтобы рядом был человек, тебе не позволял опускаться на это. А это как будто о святости. Я такой святой, что есть этого недостаточно. Всегда недостаточно. До этого и пришел мой Господь. Что тебе, брат, говорит? Это мой пришел Спаситель, Божий Сын. Я к ногам Его пронзенным. Все. Иду. Грех мой крови причистый. Смыть молю. Да, смыть молю. На Голгофу, на распятие Иисус идет. Струи крови по дороге он льет. Поется он у баптиста где. За нас идет. Это кровавый след. И ты Бога огорчаешь, не нас. Бог огорчен тобой, потому что сомневающийся, подобен морской волне. Ветром поднимает. Не в ручье, не в обе, не в море, а в океане. Поднимается и ее бьет ветер. И однажды скорость была ветра. Даже, пообразите, 450 километров. А вода это H2O. H это водород, O кислород. И бьет и разлагается. Молния бьет и волны катят огонь. Океан горит. Вот какой наш Бог сильный. Это что порождаем мы сомнением? Много ли трудился Господь над захеем? А над разбойником? Это навсегда. Он умер за меня. Вы судите того, которого распинали. Я еще с креста не сорванный. Я уже другой. Пережито это. То есть претензия на что-то другое. Одна женщина звонит Ткачеву, отцу Андрею. Вот я исповедовал с батюшкой копья. Это симфония такая у дьявола есть. Я забыл сказать, берег батюшка то другое. И вы знаете, когда он выступил, он мне говорит, что не хватает цепочки, чтобы меня на цепочке с тобой рядом ходить. Ты опять припомнила что-то еще? Ага. Васильев покаялась. А с Петром была не покаялась. Ну теперь я ломик возьму. Начал ломиком вас учить. На него как бросились все. Мне больше заниматься нечем. И опять то же самое. В прошлом году, позапрошлом одно и то же, что неверие. Претензия на что-то большее. Ты не веришь. Ты исповедовался? Он просил. Зачем ты теперь идешь на помойку, и блевотин вчера опять лакаешь там. Как пес смердящий. Зачем? Это я тебе говорил было у меня? Мы все это проходили с тобой. На этой неделе сколько я время потратил? Поняла, поняла. Я чувствую, ничего она нет. Мимо. Ты возьми вот в интернете или где посмотри, фильм называется Иисус. По Евангелию от Луки. Самый популярный, который снимали. Сколько его снимали на тех местах, где был. Какая роль кажется. Вот именно так он и выглядел. Может это подействовать. Понимаешь как? Вот уже вода тебе нужна. В это время надо пить. Он огонь тебе разжигает. Помощи никто не окажет. Потому что ты тут пил такой рубеж, за которым человеческие усилия кончаются. Туда я что могу? Все отдал. Такие места показал. Страшный суд, который показывает второе пришествие Христа. И терюсь дьяволом, как он смеется над человеком. Встал и опять сразу нахлобучил ее и все. Сиди, сиди. И вот смотри, терпение какое народа. Выслушали все это дело. А тебя он трясет и трясет. Спасения нет. В неверии. А что это? Перехлестнуло. Ты не довольствуется тем, что он говорит, я умер за тебя. Я умер за тебя. Он тебе подходит сатана. Напиши, что говорить. Отойди дьявол. Христос за меня умер. Да, я грешница. Больше того грешница. Но он мой грех взял. Вот он лежит. Это мой пришел Спаситель. Кровь Иисуса Христа очищает. Смотри. И очищает она всегда. Да. Он тебя очистил, а ты обратно идешь. Где очистил? Куда этот грех мой валяется? И ты в этом вот что и зарегнул. Все опять берешь и опять этим питаешься. У тебя страшное отношение к вере. Из-за чего? Большего желаю. На Испаде сколько раз после этого была уже у батюшки? Зайдешь. Конца края нету. От рождения видать. Ну нет. У меня уходит на три минуты. Больше нету. Ведение и неведение. Дело, что еще нету этого. Я каюсь. Признаю. Прости Господи. Батюшка. Бог простит. У тебя радости нет в жизни-то. Ты живешь тем, что когда-то было тогда. И ты непрощенная. Ну я внимательно с тобой разговаривал. Помочь никто не может. Ты сама должна перешагнуть это. И надо, чтобы кто-то был рядом. Я могу дать тебе совет. Ты его не выполнишь. Сегодня же перейди к сестрам нашим жить сюда рядом. Молодец. Я займусь собой. Перейти. Вот у меня человек. Знаешь, когда была мама больная. Я говорю, что на работе прекрасный работник. Но змея хвостом бьет. Да как-то с матерью. С матерью будут. Позвонили. Переходи ко мне жить. У меня лекарство очень простое. Пришел он. Помнишь? Нет. Все ушло. Другой. Тебе известный человек. У меня смысла жизни нигде нет. Переходи ко мне. Три дня пробыл домой. А теперь смотри, с каким приростом. Смысл жизни я брал. Ну. Значит, сегодня же перейди. Я прошу. Закрой дверь. Ключик с собой. И на этом все. И ты увидишь, как у тебя сдвинется. Потому что рядом будут сестры. Ты вот эту, знаешь, сестру ставит берег? Посмотри. Знаешь? Ты вот эту, знаешь, вот она уже добивается еще. И рядом я. И днем, когда она уже будет, попросишь. Приму. Поняла, нет? Не заметь, как блокирует. Нет, не поняла. Еще усыпилась за квартиру-то. Куда-то пойдешь на дачу, в деревню. Но сюда ты не пойдешь. Он стоит на дверей. Вот в чем дело-то. Питаться будешь здесь. Платить не надо. У нас все это есть. Посты соблюдаем. Что тебе не подходит у нас? Видишь, как? Он блокирует тебе мозги. Была же ты в училост, в техникуме, преподавателем была. Столько людей приходили к тебе. Столько лет ты старшая сестра была. Поймал враг. Не хватает, самое главное, доверия Богу. При том, что ты это сделала за это время? Нет. Об этом многократное испоминание. Это огорчение Бога. Отнятие времени. Ну, как тебе сказать? Ты прощенная. Да, киваешь головой. Вышла за дверью. А я не прощенная. Ты понимаешь, что ты впала уже в это. Он вид ангела света принял дьявол. Я сегодня об этом напоминал. Слова апостола. Придешь или не придешь? Придю. Ну, не знаю, как у меня получится. Да не получится. Никак. Никак. Ты никуда что-то не ходи. Прямо сразу оставайся здесь. Все. Тут у нас Мазарет. Ты меня слышишь? Видишь как? Вот она стоит с двух сторон. За руки возьмут. Рядом. Через стенку будешь. Я тебе обещаю, что будет война. Война большая будет с тобой. Но Господь в один момент тебя все снимет. И ты ужаснешься. Сколько людей ты мучила? И они не знают там, что такое. Простите меня. Это по старообрядчески. Прости, Христа ради. Прости, Христа ради. К слову сказать, наши люди пошли к митрополиту старообрядческому Корнилию и подарили книги. И вчера выставили ролик, где он говорит об этом, что читает и меня поминает. Старообрядческий, глава их, ну как сказать, не церковь, а исповедание. И дальше он говорит о Семеновом Михаиле, один из профессоров Санкт-Петербургской академии, как он, экстраординарный профессор. Он принял старообрядческо все. И дальше, что говорит, он это засчитывает. А перед ним книга моя, Христа православия вот эта. И он об этом говорит. Григо, на эти лапки. И все говорят, надо же, это он читал. Подарили ему четырехтомник стихов и Христа православия, и трехтомник Нового Завета. Вот какое дело. Это для нас много значит. Поняла? Домой не идешь. Не надо, все у тебя взято с собой. Ему главное, загнать тебя надо. Еще проголосуем, и так сама поняла. Поняла. Голосуем, голосуем, голосуем. Кто за то, чтобы она никуда не ходила, осталась здесь? Поднимите. Поднимите. Да непонятно. Так. Ну, тоже нету веры. Все, все тебя поддерживают. На руках. Это не тепло. Это не тепло. Понятно. Так, сестры. На вашем помещении. Вот теперь покажите, какие вы. Надо помнить, что сатана, он мудрый. Мудрее всех нас. Да. И он знает. Одного вот так вот. Да нет тебя спасения. Ты что? Какое исповедование? Ну ты вот, ты исповедовалась, вышла за порог. Грешно надо. Я вот вспоминаю свою первую исповедь. Значит, ну в этом, на Никитина. После крещения дочери, отец на ум говорит, теперь вы должны быть другими, у вас теперь другие должны быть братья, другое общение, надо идти на исповедь. Ну и вот я исповедуюсь. Исповедуюсь. Написал все, что там написал. Он там написал на бумажке. Сын отца Николая исповедовал. Вот. И он даже не смотрел, порвал все, причастил. Я выхожу и у меня в этом, в кармане какие-то семечки. Я начинаю, значит, щелкать эти семечки и понимаю, что я уже, опять же, согрешил, только что отошел от причастия и согрешил уже. Плюю. Ура об этом, Виктор. Ну, поэтому, что уже тут это самое? Тебе дома делать нечего, понимаешь? Здесь все есть. Заметь, как сразу. Нет, я о другом. Не надо. Может быть, сестер. Не надо. Это брак тебя гонит туда. Он тебя дома поймал. Ты не должна пока заходить туда. Мори здесь. Так что, сестер, сестер тебе туда. Они и сестры там, чтобы еще с тобой попали. А какие, сестер? Не знаю, какие. Смотри, тебе все подсказывают. Еще надо-то. Так, а вторая, значит, ситуация, когда он говорит, что, да, ты, да че, да, ты все, да, ты спасен, да, да, мне надо ничего исповедовать, ничего. Все. Все. То есть, он мудрый, очень мудрый. Поэтому не надо слушать его. Не слушайте его, Татьяна Кузьминична. Оставайтесь здесь. Какие там вещи надо будет. Потом, через время, поедете вместе с сестрой, приведете. А сейчас оставайтесь прямо здесь. О том, добровольное, это с благодарением Богу. Мы вас просим, умоляем и благодарение Господу. Да. Так, ну и о нашей нужде все еще ищу корректоров. Кто хорошо знает. Сестра, помоги нам. Хорошо знает грамматику. То есть, в виде вот пропасть сегодня говорю я, ее уже такое, в буквенной... Там не только грамматика, там больше стилистика. У вас такая речь, что там больше стилистика. Там нужно кавычки, запятые, там тире нужно поставить. Это сложно все. Грамматика, это любой может взять любой словарь и исправить грамматику. А вот стилистика, это уже другое дело. На уровне интуиции. Да. На интонации понятно, что вы говорите. А текст абра-кадабра получается. Все. А где это? Я не вижу. Можно еще? Разрешите... На работе. Ну, чтоб поторопилась где-то. Она же взяла я один. Один ролик и никак нету. А Девора семь человек нашла, которые помогают. Только один из них около десяти проповедей уже привел. Какой-то Балявский или как-то... Алексей звать. Бояльский. Очень активный. Бояльский. Ну да. Постань. Ну вот все. Братья, хотел обратить ваше внимание на то, если бы этого не было со мной, я бы и не обратил ваше внимание. Просто начались некоторые непонятные для меня моменты. Вот глядите, вот это вот видите, вот листочек такой. Вот этим занимается моя жена, Марина Геннадьевна Дугунова. Перестаньте ее обижать. Я прошу вас, не обижайте ее. Она этим занимается, потому что видите, Наташи нету. Должна Наташа заниматься. Но она ее попросила, потому что ее часто не бывает, мама болеет там и так далее и тому подобное. И вот Марина взялась этим заниматься. И уже начинаются какие-то непонятки. Я вас прошу, вы спокойно относитесь, если ее нету вдруг, а вы прямо решили в этот день заплатить. Вот. Не надо ее это... Тихо. Понятно, да? Нет уже. Вот. Ну тех, да. Вы подошли к Марине, вот увидели Марину с собой, носите всегда деньги. Или переводите ей, у нее есть телефон. Не знаете, если телефон, то найдите его. Вот он. Вон объявление. Вон объявление. Там телефоны. Возьмите телефон и по телефону оплачивайте. Не надо ее бедную мурыжить. Да не бедная. Да. Она не очень бедная, но уже были тут у нас прецеденты. Начинают ее. Ты такая там, специально это делаешь. Но подождите, стоп, стоп. Как это? Не обращай внимания. Она не успела заняться этим, только взяла это поручение на себя. Я к чему говорю? Если бы я не услышал Татьяну Кузьминишну, я бы ничего не сказал. Я услышал Татьяну Кузьминишну, сколько лет было у нас старшей сестрой сестричества. И вот когда она отошла, вот это всплыло. Я давно за ней это наблюдал. Она как зайдет к батюшке, прочитая целый канон. Я как раз читаю каноны. Канон прочитаю, она там все кается. Мы с Мариной все время, а в чем она кается в таком, что столько, ну прям 10-15 минут. Я за 15 минут, это что мне нужно такое понаделать было, чтобы столько, там все 800 грехов смертных, как говорится, прочтешь за это 15 минут-то. Ничего себе. И поэтому давно это было, давно это просто нарастало с нежным комом, так как Татьяна Кузьминишна, у ней только один человек есть, с которым она обращена. Это только Игнать Тихонович, остальные все это ниже, понятно дело. Поэтому к кому еще обращаться? Ну, со мной она не разговаривала. С вами разговаривала? Тоже не разговаривала. Виктор Андреевич, к вам подходила сестра? Тоже не подходила. То есть все. Игнать Тихонович, потом Христос и больше никого нету. А там-то дальше троица святая. То есть для вас никого не было, ничего не было, только какая-то ваша внутренняя сущность. Вы ее давно уже лелеяли в себе, вот как какого-то младенца. А нужно было отогнать. Сто тридцатый Псалом говорит. Не успокаивала я души моей. Надо успокоить было душу-то давно уже, поговорить с другими. Вот здесь вот вынести это на обсуждение, когда мы Слово Божие проходим. Но никому нет. Сейчас все опять убегут, никто не останется исследовать Слово Божие. Никого не будет. Поэтому давайте Марину не будем добивать. Ну понятно. Отнесемся серьезно. И а то, я эти подписи ставила, я уже заплатила. Я не заплатила. Я тогда платила. Вы что спорите-то с кем? У нее тут расписание все эти есть. А вы начинаете ее прям изводить. Поняли, не будем доводить больше Марине. Да. Не надо доводить. Видите, сестра сейчас в каком печальном положении. Тоже что-то же было когда-то. Давайте друг о друге позаботимся, пока мы тут живы еще хотя бы. Да любите друг друга. Аминь. Да любите. Любите. На этой неделе получаю... Через кого я получаю? Через сюда, да? Елена Барабаш. Елена Барабаш. На меня поступила жалоба. Мамонтово, где потерявка Мамонтовского района. В районный центр, в милицию. Так скажи, что там обвиняют меня в чем? В прокуратуру жалоба. Жалоба в прокуратуру, но можно прочитать, если нет. Да где она? Здесь у меня есть. Вот послушайте, что. Значит, нужно ответ было дать немедленно. Ну, если к вечеру уже ответ ушел. Ну-ка. Чтобы я ответил. И ответил. И ответил. Заявитель. Алексей Самохин какой-то. Текст обращения. Нет, Алексей Самохин. Самохин сам охает. И вот где? Адреса обратного нету, телефона нету. Тут можно только догадываться. Смотри, обвинения какие. По порядку. Первое считаешь, я по порядку буду говорить. Ни запятых, ни точки. Здесь ничего. Каким-то сплошным текстом непонятным. Я могу сохранить. Офографии. Да. Сторожно. Заявление по псевдо-пробел православной секте Игла. Вот понятно. Псевдо-православной секта. Это от расположения уже видно какое. Ну доказать это может. Нет, конечно. Что он докажет-то? Прошу вас о запрете на деятельность экстремистской секты Игла, которую возглавляет ранее судимый Лапкин Игнатий Тихонович. Ух ты. Игнатия... Подожди, ладно. Взятие под страх. Ладно. Судимый. Понятно. Судимый. Ну за что бы я не был судимый, у меня реабилитация полная. Два свидетельства. Это вот они. Кто не видел, я сейчас просто покажу вам, чтобы знали это. Один документ дается для Алтайского края, а другой на всю страну. Некоторые в руках даже такие документы еще не держали. Вот это вот для Алтайского края. На, подержи. Написано. Для репрессированного политически. А вот по-другому. Посмотрите. Это на всю страну. Жертву политических репрессий. Благодаря тому, что это признали, вот эти здания все имея, благодаря тому, что развернулось обратно. Одиннадцать лет шел суд и Господь развел. В девяносто девятом году. Посмотрите. Кто не видал это. Лежи. Посмотри. Вверху, считай там, за что дается. Слушай. Это сохранить надо. Ну здесь нет. Я продолжу. Все там, да? Все по порядку. По порядку. Он этого не говорит. Что государство признало себя виновным передо мною. Оплатило. Сколько я был в трех размере. В тройном размере. Сколько это. Ну, на пенсию идти. Не деньги, а срок сколько было. Ну и дальше все остальное. О реабилитации жертв политически. Он ничего не говорит. А так сразу в уголовнях. Данная секта незаконно использует дешевую рабочую силу. Подожди. Незаконно использует труд. Секта использует труд. Какой труд? Где труд? Я напишу, что такое. Труд-то никак не до труда. Нарушение прав ребенка несовершеннолетних. Прошу Вас проверить данную деятельность. Подожди. Я же сказал, что надо. А я там до конца. Строчку до конца. Несовершеннолетние надо поговорить. Какие несовершеннолетние? Где? Когда? Никто не ночевал. Ничего нету. Имеет в виду лагерь. Так лагерь уже 5 лет, наверное, не существует. То есть, что угодно. Батюшка звонит и сам смеется и говорит. Ты хоть читал это? Я говорю, ну прислали. Вот. Знаешь? Это что означает? Это означает. Человек, который это описал, лопается от злости. Это звериный, человеко-ненавистический характер. Людовецкий буквально. Он все уже сделал, но ничего не может сделать. А почему? А Бог. Григорий Ефимович, когда поехал в город, ему сказали Распутину, что развратишься. А он вот так только поднял, а Бог. Вот и все. Дальше. Прошу вас проверить данную деятельность секты на предмет шпионской деятельности в пользу Украины. Осторожно. Это уже третий раз секта. Секта. То есть они с ума уже после сходят эти, которые против были. Сам Охин. Сам Охает. А на другого пишет. Звать Алексей. Игнатий Тихонович Лавкин является образователем и старейшиной православной общины в деревне Потеряевка Алтайского края. Община интересна и уникальна тем, что ее члены строго следят за соблюдением канонов и правил православной церкви, что свойственно старобрядцам. Подождите. Подождите, подождите. Это уже другой человек пишет. Это милиционер Зайцев там, который майор. Раз поступил, он должен отреагировать. Я ему все равно сказал, они по адресу прислали-то. Ничего тут нету. Что я могу делать? Я говорю, у меня столько болячек вот от этого темени до подошвы ноги. И за нами ухаживает человек, который кормит, вытаскивает ночные горшки и прочее. На кого напали-то? Что вы будете делать со мной? Ну и все это послали. Отослали, значит, на барабаш Ерьяну, а она туда. Да. А дальше, я сказал, дополни, Википедия, Игнатий Лапкин. И вы видите, моя биография одна, она весь мировой интернет такая. Двенадцать специальностей. Дальше. Продолжает заниматься экстремистской деятельностью, есть данные, может иметь контакты с криминальными структурами. То есть, подвести под Украину и прочее такое, что я там осуждаю кого-то. То есть, вот человек уже не владеет собой, он что говорит? А за каждое судя должен узнать это, согласно Божьего, он должен все это возложить на него, если не подтверждается. Такой закон был. Космическая генеральность можно найти. Второзаконие. Если кто-то в чем-то обвинял, а суд увидит, что ничего не было, это обвинение падает на него. Дальше. Дальше. Имел судимость по молодости также. Подожди. Имел судимость по молодости. Ну какая же это молодость, когда уже восемьдесят шестой год был судимый-то. В восемьдесят шестой. Ну добавь, тридцать девятого сколько? Дальше. Так же лежал в психиатрической больнице. Лежал. Ни одного дня не лежал. А когда у человека сложная политическая статья, всегда проверяют психиатрию, отправляют туда. И у меня, вот здесь я могу просчитать, какая характеристика данная оттуда. Как я всем там свидетельствовал. И главное, что неделя, за неделю человека исследуют и говорят невменяемый. То есть судить нельзя, а выпускать тоже нельзя. Ну где-то его там держат. Но суда над ним не будет. Меня судили. Признан вменяемым. И там написано, как, со всеми как разговаривал. Какое внимание к людям. Немало удивлялся, что с преступниками так обращаются. А мне ждали какое-то светило из Москвы. И он приехал. Мазур. Моисей Ааронович. Какой он национальности, не знаю я. Не написано. Какой еврейский. Не будем гадать. Да. И посчитал в моей книге. Для слова Божия нету. Вот. Там характеристика, которую мне дали. Там ты просчитаешь, что такое не дают. Какое отношение. Вот. Ну все абсолютно. Несмотря на ту обстановку, какая есть. Регулярно. То есть. Выполнял все религиозные признаки, что требовалось. И ходил с заключенными, которые там были. И всем смело рассказывал, что живем неправильно. Вот. Он меня спрашивает от Мазурта. Моисей Ааронович. А вы голоса какие-то слышите? Я говорю. Слышу. А какие? Да заберем. Матерятся. Дальше. А вот Варвара Великомученица и Зоя Космодеменская. Чей подвиг выше? Я говорю. Зоя Космодеменская. Да. Он не ожидал. Я говорю. А почему так? Варвара в этот же день получила отрезанные груди. Как ее жгли. Она все получила. А у Зои не было ничего впереди. Зоя Космодеменская. У нее только была любовь к родине. Или как. Будем говорить. Поэтому насколько ее подвиг выше. Она совершенно ничего не получит. Ну естественно, что и записали все это дело. И вот это вот. Я лежал. Ни одного дня не лежал. То есть там исследование идет. Показывают где-то. У меня с собой кажется Новый Завет был. Считали. А каждая обедает. Вот такая вот. Приеночка и на койке. На койке своей. Там называется палаты. Я имел отношение к этим людям. И свидетельствовал. И убеждал. Признаться. Это все записали. Данный старик реально опасен для общества. Так. И нафа ты куда? То есть он ничего уже не может сделать кто пишет. Оставайся. Все испробовали. И ничего не получилось. Опасен для общества. Вы опасен. Вы же ко Христу приводите. Вы опасны. Ну да. Дальше. Меня тоже. Прошу вас подключить в Следственный комитет России. И решение вопроса по запрету деятельности секты Игла. Четвертый. Пятый раз уже секты Игла. Никакого нельзя на это выйти. Роспреднадзор. 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 Ну это. Ну это. Ну нет. Проверяют там. Как пьют. Пьют. Едят там дети. Ну нету уже. Лагеря то нету. И в конце Игорь Алтайский. То есть сайт. А там про Украину говорится? Да. Вот. Я что против. Я сейчас Путина ругаю там. А Навального воспеваю с его трупом. То есть это показать. Ничего нет. Я написал. Ни по одному пункту ко мне не подходит этого. Ну и все. Отправили туда. Это на этой неделе вот. Прошедшая была. Ну мне все реально радостно. Господи. Какие силы дьявол тратить на меня в другом месте. В это время они уже не могут работать. Потому что брошено на меня. Вот в войну была Ленинграфт. Он ничего не мог сделать. Но он блокировал там сколько дивизий. Восемь или десять. Они не могли в это время прийти на помощь. Когда на Москву шли. Вот. У меня. Я их блокирую. Они никуда в это время не идут. Побольше чем вы смеялись. Я радуюсь всегда. Ну что посмеялись и все. Ну молиться надо. Надо молиться. Потому что через это засвидетельствовали мы. Как у меня было всегда органом власти. Но в конце я написал. Вам бы не мешало проверить человека этого. Чтобы вас не отнимали от работы на которую вы призваны. Все. Все. Ну вот видишь как. Все. Знаешься с кем. Можно немножко от такой раз. Тебя никто никогда не тронет. Почему? Потому что ты сама себя душишь. Можно на минуту. Да. Один маленький вопрос. Вы знаете такой Жданов был Владимир Георгиевич? Да. Кто знает? Да. А что? Как был? Профессор. Но он же есть еще. Он же не умер. Против алкоголя. Против алкоголя. И вот он рассказывает. Отец один пошел за картошкой. В склад. Ну в складе где машина стоит. Там и подвал сделан. Взял с собой сына. Сколько сына? Там 10 лет или сколько. Ну давай Ваня там слезь. Набирай. Так подожди. У меня тут рядом есть. Надо быстро сбегать. А рядом за бутыльник живет. И он гараж то закрыл. И туда. Хлебнул. Забыл. Все вернулся домой. А Ваня то где? Уууууууууууууууууу. Да я же его. А сорок градусов мороза. Он пришел когда дверь открыл у него ногти все сорваны. Он пытался выйти ребенок. А он тут уже повесился. Что за этим кроется? Нас это все мимо обходит. А этот человек разъезжает везде. Он избран каким то над этим обществом. Да. Владимир Георгиевич я ему подарил кисун православию. Говорил. Сколько людей таких погибло? От Курева. Яшин кто такой был? Кажется, Лев его звать? Вратарь. Как он прыгал. Почему-то блокируется большой палец правой ноги сначала. Отрезали. Второй палец. Третий. Отрезали ногу. Курит. Отрезали вторую ногу. Помер. На весь мир известный человек. Не переставая курил. Занимался спортом. Выигрывал там сколько. И курил, и курил, и курил. Так что все эти пороки мимо нас проходят. Мы знать не знаем. Вопрос. Когда проповедь в стихах. Кто брал? Слушай, ты брала? Что? Четырех томик проповедь в стихах. Где у тебя книга? Сколько читаешь? Да не считаешь. Принеси назад. Ты брала? Я принесла. Принесла, сдала. Ну нету политехин. Дима, мне надо собрать их кучу. Принеси в следующий раз. Нет, не принесу. А? Ну ты купила. Вот он, иди зацвет. Я купила. Ты купила? Ну тогда бери все. Слушай, ты один том имеешь? Три. Три. Три? Ага. Надо еще тебе назад от кого взять. Почему три? А где четвертый? Ну я не знаю. Если купила, то вопросов нет. Купи. Он лежит, еще есть. И у тебя будет всегда издание таковое. Ну давайте помолимся. Достойно есть я, давай, истину, блажей Тетя Богородицу, Присоблаженную и пренепорочную, И Матерь Бога нашей главы, Честнейшую Керубин, И сломнейшую без сомнения Серафим, Безыстренья Бога Слова Родшую, Сущую Богородицу Тя величаем. Господи, защити Родину нашу от нашествия иноплеменников, От внутренних расприй, От беззакония, которое втайне, Останови делающих зло, Просвети правителей страны нашей, Чтобы принимали мудрые законы, И всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, Обрати к истине, Чтобы божественная любовь Твоя Коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе, как должно, Пусть покаются в небрежении своем И проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией За то, что оставили Тебя И Слово Твое, изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, Что сокрыли имя Твое, Бога Иегова. Дух Святой, да наставит нас Не признавать никаких иных богов Вопияр, Авва Отче. Господи, научи нас семикратно в день Прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение Пресвятая Троица. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Господи, прими нашу молитву, Возди они рук, как жертву вечернюю, Благоухание, приятное перед стволом Благодати Твоей. Господи, соедини наши молитвы С молитвой всех святых, Молящихся Тебе на небе и на земле. Ты Бог, сотворивший этот мир, Охраняющего, как зиждитель. Ты, Господь, знающий Все прежде бытия. Услыши и исполни молитву Всех молящихся о нас во благо нам. Любящий наш Отец Небесный, Ради голговских страданий И пролитой крови, Сына Твоего Единородного Иисуса Христа За нас грешных. Прими, исполни наши молитвы О всех заповедавших, Нам молиться о них, Спаси их и помилуй. И мы взываем о незаповедавших, Кому уже возвестили, Кто услышал о Тебе. Дай твердо поверить в то, Что покаяние возможно только здесь, Что за гробом нет покаяния, Приемлемого Тобою. Тебе, Боже, хвала, слава, Счастье, поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Говори, Господи, Владыка, Слушают и дослышат рабы Твой голос Твой. Болящую надежду Татьяну Помилуй и спаси, И благослови до силы Брату Николаю Все перенести. Тебе, Боже, хвала и слава, Отец и Святой Дух. Аминь. Аминь. Спасибо. Спасибо. Что остается, оставайтесь. Сейчас проведем прям. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok